Продолжение следует... О, Константин Романович, а мы тут решили немножко посидеть. Так, может, давайте с нами... Спасибо, Евгений Павлович. Я домой. Да будет вам. Ну, надо же как-то выдохнуть от этих курсовых. Они мне уже вон где. А с лечей сейчас начнется. Так мы же вообще забудем, как дышать. Ну, что делать? Простите, коллеги, мне за город ехать, пока доберусь. Да и Анечка наверняка пришла, меня ждет. Что Жаня к нам-то в институт не захотела? Да нам больше гуманитарий. Ну, пойду волноваться будет. Может, хоть до метро вместе с нами? Да я дворами срежу. Так быстрее. Пойдем. 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вон тут сорняков уже сколько. В прошлом году на похоронах, помните, такая холодина была? Почти зима. Анечка, наши все просили вам передать свои, но просто сегодня они не смогли сюда выбраться. Евгений Павлович, я все понимаю. Весна в институте, время горячее. Папа Костя тоже допоздна сидел. Да, он был трудоголиком. А с вами больше никто не связывался? В смысле? Из полиции? Не, и так понятно, что этого маньяка не найдут. Он после папы Кости еще кого-то убил. Потом больше себя не проявлял. Небось и не ищут. Ужасная несправедливость. Ужасная. Да, обычная. Как всегда. А вы теперь совсем одна, Анечка? Может быть, я чем-то могу вам помочь? Евгений Павлович, одна так одна. Справлюсь. Спасибо большое. Мне кто-то деньги присылает каждый месяц без подписи. Вы не знаете, может быть, это кто-то из ваших? Наши? Да и нет. Они как раз просили у вас узнать, не надо ли. Анонимно не могли. Может быть, это ваша родня? Ну, настоящая? Тетка, которая у меня квартиру отхапала. Не думаю. А может быть, это не помощь вовсе? В смысле? А кто это еще может быть? Ну, кто-то вино заглаживает. Так, десерт не желаете заказать? Спасибо. Извини, я... Не стоит благодарности. Саша, я правда задумался и не заметил. Ты вообще меня не замечаешь. Похоже, тебя интересуют только пропавшие люди. Хочешь пропасть, чтобы привлечь мое внимание? Нет, наоборот. Хочу найтись. Знаешь, просто надоело быть мебелью. Ты не мебель. Конечно. Мебель тебе, по крайней мере, нужна. Саша, ты турку забыла. Дарю. Должно же быть в твоем доме хоть что-то человеческое. Пусть это будет нормальный человеческий кофе. Доброе утро. Доброе утро. Да-да. А, ну вот. Что? Уже? А как же они? Ну да, сегодня же пятнадцатая. А, это за комната от вас. Я поняла. Я подумала, что там, если хотите, на столе есть оладьи. Спасибо, Анна. Спасибо. Я вам еще кофе сварю. А, нет, спасибо. Это вообще-то я вам должна завтраки подавать. Как миссис Хадсон. Да я не такой капризный жилец. Как сессия? Все уже сдали? Да. Вот позавчера последний был. А вы? Да еще два экзамена. Потом в поход. А вы не хотите их? Ольга. Когда же закончится уже это помешательство? Друг с голоду помирает, ухи просит. А друг на уху заработал? Заказы где? Что ты предлагаешь? Мне по квартирам ходить? Свои услуги предлагать? Мы же не пылесосы какие-нибудь продаем. Такие времена люди стали меньше пропадать. Ну, почему же меньше? Вон у меня Машка. Машка куда-то запропастилась. Да и Саша у тебя. За соусом следи, а то убежит. Да от такого любого бежит, какая злой и безработы. Любая. Ладно, черт с ними. Уже готово. Накладывай. Неинтеллигентный человек в таком случае скажет, поучи жену щаварить. Ах да, у тебя жены-то нет. А у тебя совести. Алло, Сережа? Да иду я, иду. Сереж, минут десять еще. Вот и у меня какой трепетный. Шаг влево, шаг вправо. Уже всероссийский розыск. Так, какой шаг влево? Прямо ходи, как положено. Есть, товарищ Бабкин. Маша, что случилось? Сережа. Тут кажется, человека убили. Прошу вас. Здравствуйте. Добрый вечер. Можно, пожалуйста, кофе черный? Да, конечно. Спасибо. А где у вас здесь туалет? Прямо и налево. Спасибо. Спасибо. Пожалуйста. Спасибо. Два девяти процента. Маша. Сережа. Кто бы мог подумать, это же сам Бабкин. Ты как тут? Валя, ну как? Вообще-то это моя жила. А это Макар и Леша, мы с ним работаем вместе. Тоже сущенька? Ясно. Значит, лица вы его не видели. Но это точно был мужчина? Да. У меня. Я не знаю. Ладно, Сергей, вези жены домой, успокой ее. Девушка, она трепетная. Завтра к нам в отдел заездить и еще раз все оформлю. Хорошо? Заедем. Валь, что думаешь, опять прошлогодний маньяк оживился? Парочный. Думаю, что да, мы осмотрим. Валентина, а имя жертвы остановили уже? Да. Она живет здесь в 69-й квартире с матерью. Жил. Артем Матусевич, 24 года. А вот и мать. Пойдем? Здравствуйте, Елена. Я капитан Гранина. Примите мои соболезнования. Макар, ты чего? Пошли. А ну-ка, дай. Держи. Это что? Пей. Это Мышьяк. Отравить тебя хочу. Валерианка эта. Пей. А ты с Валисой, ты работал, да? С Граниной? Давно. Она красивая. Она красивая. Что там она рассказывала про этого маньяка? Так, Машонь, спи. Трубать сыграл отбой. Ты же знаешь прекрасно, что я не усну, пока не узнаю все про этого маньяка Арочного. Ну, хорошо. Тогда слушай. Давным-давно, год назад, в одном сказочном, пресказочном городе, ну, Питере, ловили одного маньяка. Ты ловил? Я-то? Нет. Это сказочная пера ловили. Он убивал в подворотнях, в случайных местах, в случайных людей. И много убил? Да нет. Пятерых. Сказочная пера никакой связи между убитыми не нашли. А потом, все прекратилось. И целый год было тихо. Она ловила? Ловила. Ловила, ловила. Данис ловила. Вообще, конечно, странно. Женщина, но маньяка. Она опер. Сказочная. Работа у нее такая. Ну, что тебе? Ты что, спишь уже? Я нет. Маш спит. А, я тут все про мать думаю. Ну, этого парня, которого их зарезали. Странная она какая-то. Странная? В смысле странная? Ты же видел ее? Стояла с каменным лицом. Выражение было такое, как будто бы она этого ждала. Макар, ну, ты совсем, что ли? Ну, окаменел человек от горя. Никто же не обязан орать и по земле кататься. Нет, тут все-таки что-то другое. Да все равно. Послушай меня, Макар, ты как хочешь, а я в это дело не полезу. Мне вообще это все очень не нравится, что Машка маньяка видела. Она же ничего не разглядела. Ну, и что? Маньяк-то об этом ничего не знает. А если он ее найдет? Ну, слушай, ну, не выдумывай, как он ее найдет? Мало ли. Да, в соцсетях даст объявление. Кто меня видел, отзовись. Кстати, это Елена Матусевич, ну, мать которая. Она на своей странице много чего выкладывает. Про детей, про воспитателей. Она же заведующая в детском саду. У них там история есть про сторожа. Она его приютила, от алкоголизма вылечила. Он теперь у них как добрый домовой. А про сына-то ни слова. Что-нибудь будете заказывать? Нет, спасибо. Слушайте, вы бездомная, что ли? Нет, я не бездомная. У меня есть дом. Мы просто очень далеко находимся. Я сегодня только приехала в город, и у меня сразу украли документы. Они были в такой поясной сумке. Ну, видимо, воры подумали, что там деньги. А без документов не снимешь квартиру, и в отель не заселишься. Думаю, вот здесь сижу. Так вы бы в полицию сходили, восстановят вам ваши документы. Я уже ходила. Крайне что. Ну, короче. Да, уже. А деньги, значит, не украли? Нет, слава богу. У меня у родственника квартира пустует. Если деньги есть, то он и без документов вам ее сдаст. Хотите, спрошу? Да, да, конечно, хочу. Спасибо вам большое. Да, не за что. О, Машон. Слушай, а ты не хочешь сегодня дома побыть? Угу. С чего это? Ну, ты же отлично можешь из дома поработать. Могу. Но не хочу. Или ты за мою психику беспокоишься? За нее всегда. Ладно, давай я тебя отвезу. Сереж, ты за маньяка боишься? Я тебе обещаю, я не буду заходить в арки. Я ничего и никого не боюсь. Просто мне все равно ехать надо. У нас там клиент нарисовался. О, так это ура. Так и ура. Потом я тебя заберу и отвезу к Грани на показания давайте. Все, давай. У меня, у тебя, две минуты. Говорят, вы всех находите всегда. Есть такое дело, находим. Значит, Никита Сафонов. А, да. Он девяносто восьмого года. Да. А, понимаете, чтобы вот так вот и два дня ни слуху, ни духу, такого еще не было. И телефон дома оставил. На работе его нет? Давайте. А он недавно уволился, месяца два назад. Ну, его взяли инженером в Мостотрест, буквально после выпуска, год спустя. Но ему там не очень нравилось. Жил он с вами? Нет, он квартиру снимал. Ну, после того, как он без работы остался, он переехал за городом. Какой-то дом задавали по дешевке. Странно. Мог бы сначала интересную работу найти, перед тем, как с ней интересной увольняться. Не пришлось бы в деревню ехать? Да, ну, я не знаю. Может быть, он искал работу, не нашел. А сюда ко мне ему переезжать было неловко. Ну, все-таки взрослый уже. А дома в деревне в этой вот точно нет? Нет. Я съездила. Дом пустой, только телефон лежит. И он всегда предупреждал. Ну, хорошо. А в полицию вы обращались? Да, я обращалась. Но они на меня смотрят, как на дуру. И я, честно говоря, не верю, что они могут хоть кого-то найти. Итак, ваш брат уволился с работы. Переехал за город. Может, у нее какой-то срыв был или что-то вроде этого? Да нет. Ну, то есть... Мы потеряли маму. И Никита очень сложно это перенес. Вроде за год восстановился. Но мне так казалось. Но если бы ему было плохо, он бы мне признался, наверное. Значит, по вашим словам, все было хорошо. Ничто, так сказать, не предвещало. Так, может быть, подождать? Может, он и правда у друзей? Нет, вряд ли. За год Никита на работе друзей не завел. А со школьными, институтскими давно не общался, по-моему. Не общался. Не общался, а потом раз и снова начал общаться. Знаете, так бывает. Вот что, вы мне телефоны, имена, фамилии этих друзей назовите, я сам все проверю. Да я не знакома ни с кем. Правда, они приходили на похороны к маме, но я и не смотрела на них. Так только по Никитиным рассказам знаю. Но вот, правда, одну фамилию, да, я помню. Но одна это уже хорошо. Диктуйте. Матусевич. Как? Артем, если я не ошибаюсь. Ты же тот, который... Татьяна, а мы можем сейчас поехать и посмотреть дом, где жил Никита? Ну, вот тебе хоромы. Твои. Все, что надо, понимаешь. Наличие холодильник. Тахта, шкаф. А у тебя вещей-то нет, что ли, своих? Я налегке. А, правильно. Соседи мирные. Ты их не пугай. Чем же я их напугаю? А, шут тебя знает. Бедовая ты сразу видать. Ну и что? Не воняет же? Тихо, рожу она, понимаешь, кривит. Кто тебя без документов еще пустит? Ты племяшки мои можешь заливать, что, мол, потеряла. Я-то тебя вижу пронзительно. Вот я не спрашиваю, что ты натворила. И ты не криви. Кто-то же. Я пошел. Смотри, хату не спали. Смотри, хату не спали. Прошу вас. Спасибо. Ну что, вы по соседям ходили, спрашивали, может, они видели, что? Ага. Только сюда ходила, в дом напротив. Тут девушка живет. И знаете, я, когда была у Никиты в последний раз в гостях, он все в окно поглядывал, а она на крыльце сидела. А что, не общались? Ой, я не знаю. Я только спросила, он отмахнулся. Ну, думаю, видно, девушка нравится, вот посматривает. Только я заметила, что взгляд у него был такой… Какой? Ну, такой напряженный или тревожный. Может быть, он боялся ее. Так вы к ней вчера пошли, а она что? Ничего. Никто не открыл. А не мог Никита уехать вместе с ней? Без телефона. Он бы тогда точно меня предупредил. Машина его? Да. Не ездил никто на ней. Давно. Вот видите, здесь все в порядке, все на местах. Ага. А это… это его телефон? Да, так и лежит. Вы можете посмотреть, он не запароленный, но там звонки только мне и от меня. Понятно. Татьяна, вы уж простите, не могли бы вы нас в гостиной подождать? А мы тут пока все осмотрим, раз уж приехали. Такая у нас нудная работа. Сережа! Нашел че? Да, смотри, как интересно. Горшок почти пустой, земли мало, а листва при этом зеленые. И вон, комочки земли за тумбочкой. Какой бы ты вывод из этого сделал? Ну… Горшок упал недавно, раз цветок не засох, новую землю насыпать не стали, хотя раньше за цветком ухаживали. Получается, времени не было. Просто прибрали наспех и все. Молодец. А теперь самое интересное. Помойка. Мой любимый этап. Та-дам! Так, держи крепче. Ну вот, земля. Похоже, как в горшке. А теперь самое интересное-то? Кастрюля? Смотри-ка, стенка погнута. Кастрюля, похоже, не новая, но ее тщательно очистили перед тем, как выкинуть, видишь? Что у нас там еще в черном ящике? Ну вот. Ну-ка, смотри, получается, его ударили кастрюле по голове, он упал, уронил горшок, затем его связали скотчем и увезли. Ну, или закопали где-нибудь здесь. Нет, вряд ли. Вряд ли его стали бы облушать, а потом связывать. Тихо зарезали и все. Хорошо, не будем пугать Татьяну. Отвези ее в город, а я пока пообщаюсь с соседями. Добрый день. Здравствуйте. А вы здесь хозяин? Не, комнату снимаю. А, я бы тоже с удовольствием снял. В деревне. Красота, тишина, покой. Э, студент, мне в городе на жилье денег не хватит. А вы комнату ищите? Я просто знаю, что на той улице кто-то сдает. Объявление видел. А, да нет, я соседа вашего ищу. Из дома напротив. Не знаете, где он? Даже ни разу не видел. Ну что, пропал? Да, куда-то делся. Ну, а хозяин-то где? Хозяйка уехала. Куда? Далеко, надолго? Вчера или позавчера, не помню. В город по делам. Когда вернется, понятия не имею. Ну, а она где-нибудь работает? Где-нибудь, наверное. Ну, вы, конечно же, не спрашивали. Какое мне дело? Ну, а зовут-то ее как, помните? Анна. Фамилии, не знаю. Да, действительно, какое вам дело? Послушайте, пропал человек. Может быть, он сейчас в беде. А вы из полиции? Нет, не частный депутатив. Значит, я имею полное право не отвечать на ваши вопросы. Правильно? Правильно. Но полиция все же к вам придет. Пусть приходит. Все равно мне больше сказать нечего. До свидания. Большое спасибо, Мария, что заехали к нам. Я постараюсь вас больше не беспокоить. Да не за что. Ну да, ты же постарайся. Машонь, знаешь что, нам поговорить, ну, иди. Пару минут. Всего доброго. До свидания, спасибо. А ты чего с ней приперся-то? Боишься, чтобы я не ляпнула чего? Да не выдумывай. Машка мне не ревнивая. Как у тебя дела? Да пока не родила и кольца не нажила, если тебя это интересует. Валь, я же тебя нормально спросил. Можно как-то по-человечески общаться, да? В общем, ты Машку вызывай, еще если надо. Хотя она вряд ли тебе чем поможет. Но раньше у тебя и таких свидетелей не было. Ну, вообще была одна в прошлом году. Маньяка видел? Труп нашла. Ну, труп каждый раз кто-то, да, находит это. Не показать. Ну, само собой. Но было в ней что-то не то. Я даже заподозрила, что она сама… Маньяк? Ну да, или как-то с ним связана. Но связи с трупом не нашли. Улик тоже пришлось отпустить. Ну, что ж ты тогда ее заподозрила? Знаешь, она так держалась. Ни с тупора, ни с пуга. Можно подумать, что она удовольствие от всего этого получала. Кайф, что ли, ловила. Не знаю. Да? Ну, сейчас народ такой. У трупа собираются и все кайфуют. Ну, тоже верно. А вот как раз эта Анна Семенова с последним трупом связана. Они учились вместе. Дружили. Это я от матери Матусевича узнала. А что ж ты тогда ее не допросила? Дома не застала. Потом еще раз сгоняю. Улик недостаточно, чтобы в розыск объявить. Ну, ладно. Я побежал. Пока. Пока. Дайте я буду воду. Дайте, дайте. Задрал уже нить. Моя очередь. Я еще ни разу не была. Фиг тебе. Димка, я покажу тебе фиг. Эй! 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 Опять горюешь на посту, Алёнушка наша? Как ты не Алёнушка? Иди. Ну, Иванушка. Анька. Ну, перестань ждать. Никто не придет. Здесь теперь твой дом. Вот и обживайся. Иди с ребятами поиграй. Я не хочу. Не хочу. Ну, ну. Смотри. Вот так и останешься одна на всю жизнь. Получается, Анна Семенова. Да. Я так устал. Слушай, давай поднимемся к вам. Там спокойно поговорим. Я километров десять сегодня прошу. Не-не-не-не. Машка, если узнает, что наше дело с маньяком связано, психовать начнет. Не факт, что связано. Значит, наш Никита Сафонов пярился в окно на свою соседку Анну. А некая Анна Семенова год назад нашла труп жертвы маньяка. И эта Анна Семенова училась вместе с убитым Атусевичем. Так и Сафонов вместе с ними учился и дружил. Ну и какой вывод? У нашего Никиты целых две Анны. Или целая одна. Какая дерзкая и неожиданная гипотеза. Ну, допустим, это одна и та же Анна. Тогда почему сестра Никиты не узнала его однокурсницу? Ну, так она же говорила, что видела друзей брата один-единственный раз на похоронах. И разглядывать их была не в настроении. Почему тогда он скрывал, что это его подруга? Ну, а вдруг он и вправду ее боялся? Мне прям не терпится увидеть эту страшную женщину. Ты знаешь, в деревне я такую не нашел. А Гранина не нашла ее в городе. Слушай, ей же про Семенова рассказала мать парня, которого вчера. Елена Матусевич, слушай, она, она должна была знать эту Семенова. Поехали к ней. Пешком пошли. Десять минут десять всего. Бабкин, будь человеком. Твой напарник устал. Ноги отваливаются. От твоего напарника машина устала. Говорю, пешком пошли. Папа! 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 Голосович, отзывайте, вы живете? Попадем, вы, господи! Жива! Господи! Голосович, отзывайте! Ой, что случилось? Нет, в квартиру не пущу. Женщина-то жива? А клемается, придете к ней и спросите все сами. Если ее кто-то выкинул, пока она клемается, он сто раз сбежит. Если он там был, он уже сбежал. Люди-то видели, как она сама прыгнула? А там наверху ничего нет, никаких следов, поверьте. Только из шкафа одного шмотки вывалены и все. А так кошелек, мобильник, все на месте. По камерам посмотрю, конечно. Скажите, а после вас из подъезда больше никто не выходил? Женщины выходили, а вот они. Мужчин не было. А женщины все тут? Больше ни одна не вышла? Вы знаете, была одна, выходила, но к нам не подходила. А как она выглядела? Платье длинное, с цветами и шляпа соломенная. Шляпа. Вот скажи мне, Макар, ты собираешься во всех помойках в городе покопаться, да? Это четвертый двор. Знаешь, некоторые индивидуумы проявляют фантастические способности к длительному нытью. Затем переходят к быстрому битью. Ну, признайся, что это очередной топ-зик. Допустим, некто побывал в квартире у Матусевича. Значит, что ты взял, что это именно он залез к ней в шкаф? Может, она сама платье искала? Да, не нашла и с горя вышла в окно. Да? Нехороший ты человек, Макар. Злой. Хорошо, этот некто выкинул Елену из окна, надел ее шмотки для камуфляжа. Но зачем? Скажи, зачем выбрасывать их в соседнем дворе? Он или она напялил на себя вещи Матусевича прямо поверх одежды, потому что времени не было. Идем дальше. Вот все-таки есть у тебя, Макар, что-то нездоровое? Сам нафантазировал, что-то сам повесил. И сам нашел. КОНЕЦ Мензи, представляешь? Весь день мотаюсь голодной, как собака. А все из-за Макар от него. Как только ты на него злишься, так сразу он мой. Я на него всегда злюсь, ты его всегда защищаешь. Такая игра. Нет, представляешь? Значит, сначала этот негодяй заставил меня ковыряться в помойке. Потом камеры проверять. Правда, без толку. В общем, день на смарку. Знаешь, пусть уж лучше в помойках ковыряется, чем сидит весь день дома и по Сашке страдает. Кстати, скажи мне, пожалуйста, вы случайно делом маньяками занимаетесь? Нет, мы парня одного из членов, он потерялся. А про маньяка ты вообще забыли? О, подруга твоя. А как ее? Гранина? Да никакая она, не подруга. У нас есть все основания предполагать, что серийный убийца, который орудовал в городе год назад, снова активизировался. Сам будешь тут... Ну, теперь следствие гораздо ближе к его поимке. Если раньше он не оставлял никаких следов, то сейчас у нас есть свидетельница, и она уверена, что может его опознать. Мы не сомневаемся, что в ближайшее время у убийцы будет задерживаться. Подожди, это же она не про меня? Да потому что я его не смогу опознать. Зараза. Сейчас поеду и придушу меня. Слушай, ну, чего ты так заводишься? Просто ей нужно показать, что не все так плохо, и полиция тоже работает. Ага. Сереж, ну, действительно. Или ты думаешь, что... То есть ты думаешь, что она... Что она специально это сказала для маньяка, чтобы он пришел и ее... В смысле, меня убил. Это что, на живца, что ли, получается? Тихо! Значит так, с сегодняшнего дня из дома одна не выходишь. Слушай меня внимательно. Дверь никому не открываешь вообще. Даже мне. Елена Матусевич, доставили сегодня. А вы родственник? Я нет. Ну, я очень сожалею. Мы можем только родственникам или сотрудникам полиции. Почему? Я же не прошусь к ней в палату. Хочу узнать, как она себя чувствует. Мы с ума сошли. Волнулись. Мне бы очень хотелось вас утешить, но, к сожалению, Елена Матусевич скончалась. Как? Сегодня в больнице травмы несовместимой жизни. Спасибо. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Как на живца маньяка ловить. Я тебе не жена, чтобы ты на меня орал. Ты бы еще фотографию по телеку показала, и адрес дала, чтобы уж наверняка. Ты правда считаешь, что это я придумала? Может быть, еще и из ревности? Дай, думаю, на жену Бабкина маньяка натравлю, а такого козырного мужика себе заберу. Мне вообще плевать, зачем ты это придумала? Начальство сказала, я сделала. Не лезь в бутылку. Мы за твоей драгоценной женой круглосуточное наблюдение уже установили, так что никто к ней близко не подойдет. Наблюдение? А ты уверена, что вот эти вот орлы маньяка остановят? Он женщину из окна выкинул? Или она, черт его, разберет? Ты уже в курсе? Ну, вроде бы это Матусевич сама прыгнула. Правда, в квартире что-то искали. Платье и шляпу, чтобы уйти незаметно. Мы в помойке нашли, они у меня в машине лежат, я сейчас принесу. Да ладно. Не вот эти ли? С камерой наблюдения на подъезде. Надо же. Идет, не торопится. Я тебе опять не поймешь, кто это, он или она. В квартире что-нибудь нашли? Нет. Только стулья разбросаны и чашка опрокинута. Отпечатков тоже никаких нет, кроме хозяйки квартиры и ее сына. Да. То есть получается, что у нас на это существо ничего нет, кроме роста. Ну, а вот как раз Анна Семенова по росту вполне подходит. А, та самая? Кстати, ты к ней еще раз ездила? Опять не застала. Телефон домашний не работает, мобильный отключен. Адресок пиши. Мой? Семеновой. Я к ней сейчас съезжу, может повезет. Зачем ты вообще в это дело полез, Сереженька? Ну, не ради тебя, если ты, конечно, на это намекаешь. Конечно. Зачем ты, шкачай! Зачем ты! А! Зачем ты! КОНЕЦ 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 Да. Капитан Гранина. Пройдёмся. Макар, привет. Как дела? Слушай, Серёжа уехал, сказал, что ненадолго, его всё нет и нет. Телефон его не отвечает. Скажи, пожалуйста, он не у тебя? Валентина, помните меня? Я Илюша. Забудешь вас. Путаетесь тут под ногами. Если насчёт Бабкина, даже не заикайтесь. Я не заикаюсь. Вы меня с кем-то путаете, наверное. А что касается Бабкина, неужели вы думаете, что он причастен? Думаю, это не ваше дело. Если начальство узнает, что у меня один свидетель по двум другом подряда, я его не задержала, с меня три шкуры с ним. Мне кажется, подписки о невыезде было бы вполне достаточно. Или, может, вы соскосились по нему? А? И решили держать рядом? Так сказать, в клетке? Будет так добрый гражданин Илюшин. Окиньте мой кабинет. Свобода. А, ты спросил про дому Семёнову? Да ну ты чё. У меня Гранин он так орал, а типа я тебя разболтал, что ему мысли не раньше. В общем, я Чулкову завтра позвоню, он без истерик всё пробьёт. Давай завтра опять съездим в посёлок, трясанём этого студента-квартиранта. Узнаем, та она или не та. А потом институт. Студенту? Нет, к Сафонову, к Матусеевичу, к Семёновой. Они ведь выпустились год назад. Кто-то наверняка должен помнить эту компанию. А что ты надеешься про них узнать? Ну, например, к кому они перешли дорогу. Не просто так видят маньяк. Именно за ними охотятся. А ты думаешь, что Сафонова маньяк тоже? Трупа-то нет. Серёжа, ты как был мент, так и остался. Если чего-то не нашли, то этого и нет. Учись мыслить шире. Хорошо. 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 О, посмотри, как всё запущено. Прокопать бы. У тебя сельскохозяйственная дема проснулась? Нет, спит. Это я к тому, что перекопать бы тут всё. Вдруг Сафонова найдём. Ну, не такой же он дурак. В смысле, маньяк не дурак, чтобы закопать труп прямо во дворе. Да и следов копания нигде нет. Ты оперу позвонил? Чулкову, да. Обещал пробить чей-то дом. Слушай, а как ты догадался, что маньяк не дурак? Ну, зачем думать о человеке плохо? Мы его не знаем. Серёжа, я тебя очень прошу, не бей его сразу. Ну, ты скажи, когда можно будет. А, опять вы? Соседа не видел, хозяйка не приезжала пока. И вряд ли приедет. Значит так, план такой. Сейчас ты не будешь делать вид, какой ты слепой, глухой, фамилию хозяйки не знаешь, телефон её в глаза не видел. Как тебя зовут, вообще забыл? Меня зовут Алексей. Очень приятно, Макар. А хозяйку Семёнова? Нет, я не знаю её фамилию. Вы не знаете её фамилию, но знаете, что она не Семёнова? Да что с ней случилось? Вот если бы ты не был таким тупым, с ней не случилось бы вот это. Это кто? А это не твоя хозяйка? Нет, точно не она. Слушай, а ты не врёшь? Серёжа, 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 Серёжа. Не надо. Алексей не врёт. Правильно же? Не врёт. Он очень рад, что на фото другая Анна, а не та, которой он, судя по всему, очень дорожит. Чулок, привет ещё раз. Ну что, пробил? Анна Козлова. Дома наследовала от отца. Да нет, это я не тебе. Как фамилия? Константин Мельников. Спасибо. Константин Мельников. Анют, музыку тебе включить? Ой, да. А можно Константин Романович? Не рассердится? Ну, ты видела, чтобы он хоть раз сердился, а? Ну, нет. Мне кажется, он постоянно сердится. Глупышка. Какую тебе поставить? Мою любимую. Хорошо. Хорошо. Так. Кто композитор, помнишь? Ну, конечно, Глина. Анют, ну почему же Глина? Михаил Иваныч Глинка. Ну, мне кажется, Глинка — это как-то неуважительно. Ну, ты даешь. Внимание. А, я их знаю. Это Папина друзья с завода. Он их, наверное, в гости позвал. А что ж он мне не позвонил? Я бы салат нарезала. А может быть, он мне звонил, а я опять у вас. А может быть, он же и сам дома. Здравствуйте. Я сейчас открою. Нет, не надо. А папа не с вами? Нет, малыш. Папа не с нами. Такой день хороший. Она ревет. Ты чего ревешь-то? Заходи в гости. Налью. А? Нет, спасибо. Ну, и зря. Как умные люди-то говорили. Когда я пью вино, так не вино любя. Не для того, чтоб все беспутство слить в одно. А чтоб хоть миг один дышать во вне себя. Чтоб вне себя побыть. Затем я пью вино. Ну, как? Знаешь, кто сказал? Омар Хаям. Молодец. Зайдешь? Зайду. А вы же в другом подъезде живете, да? Ну, и что? Спустилась? И поднялась. И делов-то. А зачем нам туда-сюда таскаться? А-а-а-а. А-а-а. А-а-а. Папа! Зря мы только время с этой Козлова потеряли. Почему? Ну почему? Козлова, ни Семенова никак не связаны с нашим Никитой. Да и вообще, просто случайный человек из дома напротив. А я вот не думаю, что она случайный человек. Пропала в одно и то же время, что из Сафонов. По-твоему, это совпадение? А с чего ты взял, что она вообще пропала? Может уехала в город? У нее дом от приемного отца, от родного, может квартира осталась. Вот она и мотается, живет тут, тут, то там. А, но Никита наблюдал за ней? Это его сестра сказал, что он наблюдал. Пропуск? Здравствуйте. А, проходите. Ага. А он может просто засмотрелся на красивую девочку. Она, кстати, красивая? Думаю, да. Вон как, храбрый студент защищал ее. Не сдался даже под угрозой тебя. А может он не знает ничего? Знает, знает. И под пытками ничего не выдаст. Уже по уши в нее влюблен. Слушай, может это Анна Козлова и есть? Этот самый манерк, а? А, ну конечно. Если храбрый студент влюблен в девочку, значит девочка точно маньяк. Логика железная. Ну смотри, у нее приемный отец в анамнезе, сиротское детство. Однозначная психотравма. От такого ребенка можно ждать все, что угодно. А вот с этим не поспоришь. Вот был такой хороший мальчик, а выросл он. Понимаешь, что... Сижу с тобой. Здравствуйте. А вы можете меня отвезти в какой-нибудь отель? Подальше, поменьше и подешевле? Да. Знаю один такой. А можно тогда побыстрее, пожалуйста? Есть. Поехали. 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 Да все их помнят, ну что? Крутая компания, было прям жалко, что они выпускаются. А главный у них Матусевич. Ой, Артем, это вообще самый яркий из всех, конечно. Но понимаете, он любил их всегда бурлить. Как что придумает вообще, мы все валялись просто. Шутки, правда, у них были иногда, не знаю, чересчур. Но это все Матусевич. Он отвязный. Артистичный, понимаете? Ну, и красавчик, да. Остальные ребята тоже ничего? Лобан только. А Лобан, ну, гопник, если можно так сказать. Здоровый, сильный, он всегда в рот Артема смотрел. И готов был вообще ради него кого угодно порвать. Аня Семенова, ну, не то, чтобы прям топ-модель, но я бы с ней замутил, она прикольная. Странная. Независимая, очень. Резкая. Ни с кем не встречалась, она, видимо, тоже была влюблена в Матусевича. А те кто знает, может, у них там что и было. А Никита, Никита просто хороший парень. Не дурак. Ну, не звезда, как Матусевич. Даже близко. Как Лобан, не боковал. Ну, милый. Ну, и так, не особо ничего не интересного. Потом он вообще перестал с ними тусить. Вот, а этот откололся что-то вроде. Я не знаю почему. А вы спросите Игнатова. Он с ними учился, сейчас на кафедре, аспирант. Пропал? Да вы что? Ну, может, найдется, а то жалко. Реально хороший пацан. Нам сказали, что он разорвал дружбу с Матусевичей и его компанией незадолго до выпуска. Ну, я уж не знаю, разорвал или нет, но общаться перестал, это правда. Ну, не только с ними, а вообще со всеми. Как бы не удивительно после такого. А после какого такого? Так у него же мать погибла, как раз тогда, весной. Она разве погибла? А вы что, не знаете? Ее маньяк убил. Ну, тот самый, арочный. Ужас. Такая жуткая смерть на ровном месте. Никита был никакой просто. Я удивился, как он экзамены сдал. Значит, с ребятами он сейчас не общается, да? Да вроде нет. Слава богу. А почему слава богу? Да потому что уроды они все. Кроме Сафонова. Вот это новость. Они вроде как самые популярные были. Они все трое отвратные. Шутки у них отвратные эти. Кривляния, розыгрыши. Злые такие. Вы не думайте, им не все аплодировали. Те, кто под этот каток попадал, уже особо не веселились. Пример такого катка можете привести? Вот вам пример. Шубин Илья. Однокурсник наш. Умничка. Выше всех на голову был в плане учебы. Сейчас, говорят, в ферме какой-то работает. Его там с руками оторвали. Ну и Матусевич ему завидовал, естественно. Ну и? В общем, что-то эти подонки сделали с ними. Разыграли жестоко. Подробности не знаю, да и никто не знает. Это если только вы и спрашиваете. Просто кем надо быть, чтобы над таким человеком издеваться? Над каким таким? Над умным? Над слепым? Масла нет, огурцов нет, ветчины, последний кусок кто-то съел. Маша, так я не понял, ты огурец хочешь? Сережа, ну пожалуйста, я до магазина, до ближайшего. Туда и обратно. Я не могу больше тут сидеть. Нет. Ну вот средь бела дня, кто меня тронет? Я тебя тронусь, ты нос высуешь. И что ты меня? Выпарешь? Выпарь мне, высушу. Так, давай мне список, я сам в магазин сгоняю. Бабкин. Да все, я сказал. Опять жену в башне запер, проклятый тиран. Моя жена, что хочу, то и врачу. Ты телефон Шубина в доконате выпросил? И адрес Лобана, и телефон Шубина. И не просто выпросил, а позвонил Шубину. Договорился о встрече с ним сегодня в ресторане. Я надеюсь, ресторан для слепых? Не знаю. А что? Да, ну просто я слышал. Бывают такие рестораны в полной темноте, романтика. А чего у тебя рожа вытянулась? Темноты будешься? Супер, герой. Твоих искрометных шуток. Тебе надо к компанию Матусевичу. Так я и собираюсь. Давай так, ты к Шубину сам сгоняй. Я умников не очень. А я Колобановым в живых, видимо, один остался. Может быть. Будь осторожен, он гопник. А я Гранину с собой возьму, чтобы не получилось, как и Семёновой. Что это получается? Машу на замок, а сам с Граниной кататься? Да, хорош. Там было-то всего ничего. Говорить не о чем-то. Здравствуйте. Я хочу услышать у вас номер на сутки. Документов нет. Просто меня обокрали, а я только что приехала, и вот. Ясно. Но я не могу. Мне нужно посоветоваться с начальством. Здесь подождите. Понимаете, мне даже в голову не пришло. Да, маму тогда... Просто нам до сих пор больно. И мы стараемся. Старались Никите даже не упоминать об этом. Татьяна, одно дело не упоминать в разговоре с братом о том... Серёжа. О том, что мать убил маньяка. Другое дело не сказать об этом детективе, которых вы сами же и наняли. Да разве это важно? Мама же погибла случайно. Он убивал прохожих, первого, кто зайдёт. Да, но за последние два дня таким образом были убиты несколько друзей Никиты. Семёнова и Матусевич. Как... как убиты? За последние... то есть, вчера их убил тот же маньяк? Либо тот же, либо его подражатель. Значит, он... и Никиту тоже. Вы думаете, он его убил? Нет. Мы... мы так не думаем. Вы что-то знаете? Он теперь за мной придёт? Успокойтесь, Таня. Успокойтесь, кто за вами не придёт. Мы предполагаем, что ваш брат испугался, может быть, и сбежал, узнав о смерти Матусевича. Кстати, вы уверены, что он не общался с этими ребятами за последнее время? Это ни в чём я не уверена. Ну, вроде бы, нет. Как они поругались? Ну, разве они ругались? Нет. Я... я не знаю. Подождите. А когда убили Артёма? Позавчера. Вечером. Но Никита раньше... он раньше перестал отвечать на звонки. Анна Семёнова тоже не отвечала на звонки. Не появлялась дома. Я думаю, что ребятам кто-то угрожал перед тем, как... Знаете, мы думаем, что Никита где-то спрятался, и мы найдём её в живую. Вот. Украли у бедной девоньки документы. А сама она не местная. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ну что, душа моя, рассказывай. Чего рассказывать? Вы если не хотите создавать мне комнату, так я... Не дёргайся, не дёргайся. Лучше ты нам расскажи, под кем ты работала. Я? Да. От кого слиняла? От мамонта? От какого мамонта? Они все вымерли. Вы больной? Главное, душенька, чтобы ты у нас здоровая была. Пошли. Так, пустите меня. Пустите меня. Потому что ты давай целку-то из себя не строй. Да безмазняк. Посвидишь с моими куколками до вечера. А мы пока разберём, все к чему. Ясно? А будешь себя хорошо вести, я тебе мамонту не отдам. Себе оставлю. А у нас хорошо. Знаешь, как хорошо? Прям как на курорте. Девчоночки, встречаем новенькую. О, свежее мяско. Эй. Эй, привет. Ты чего молчишь? Страшное дело такое. Брат мой погиб на производстве. А матери давно уж нет. Ну, куда девать? Да понимаю. Я потом заберу. Просто сейчас никак. Ну, некуда. Вот я разгребусь маленько. Конечно. Вы уж присмотрите за племяшкой пока. Ну, ладно тебе. Чего? Я аж вернусь. А ты иди пока вон с ребятами играй. Ну, давай знакомиться, что ли? Ты кто? Никто. Ты чего, тебе плохо, что ли? Хорошо. Просто классно. Да не трогай ее. Не видишь, она с приветом. Где он тебя выловил-то? Ты вообще его на наших не похожа. Ну, говори, чучело. Откуда ты к нам такая? Я в бегах. Человека убила. О, зашибись в подарочек. И вашего тоже убью. Зря он на меня нарвался. Кого? Тимошу? Не знаю, как там у вас сейчас сутенеров называют. Кот? О, начитанная. Теперь говорят друг, а не кот. Спасибо за справку. Значит, без друга останетесь. Так, ты сюда сама пришла, да? И случайно сюда попала? Ладно. Он скоро отъедет, мы тебя выпустим. Угу. В смысле? Заперт уже. У нас есть ключ. Кимуша не знает. Он любит запирать, типа власть свою показывает. Дебил. Так, ты к чужим больше не суйся, ясно? Чужие не помогут никогда, иди к своим. Нет у меня никого. Да прямо. Да не бывает такого, ну, что вообще никого. Ты говорил, что этот Лобан институт за взятку поцепил. Откуда бабло в такой халупе? Аспирант сказал, что у него папаша в хорошей должности был. Потом приворовался и сел. Что, слабовато, воровал? Ну, что, делаем ставки, найдем там труп Лобана или нет? Кровожадная. Нет, здесь правила игры другие. Те, кто в городе живут, тех ножом по горлу и в арки бросают. Ну, а кто за городом, просто исчезает. Прекрасно. Есть кто живой? Угощать нечем, самогонка вчера кончилась. Оно и видно. И насчет этого Сафонова, знать не знаю, не бывал он тут. Скажите, Борис со своими институтскими друзьями поддерживает отношения? Скажете, это же друзья. Сволочи городские. На Борьку на моего смотрели, как на тлю. А он среди них самый умный, все сам, все своим горбом. Да это понятно. Так что, не общаются они? Когда им общаться-то? Он работает, как упоротый. И сейчас на работе? А, в командировку уехал. Куда уехал? Не знаю. Давеча пробежал, глаза выпечены. В сумку все покидал. Я, говорит, в командировку и улетел на ночь глядя. Так что получается, нет у него друзей? Вам какое дело? Полно у него друзей. Сколько хочешь. Так. А девушка? Девушка есть у него? Да есть это. Да. И что, не нравится? Да мне-то что, нашел себя. Маникюрша футынутый. Кто он и кто она? Была бы еще из места приличного, а то парикмахерская сирень. Для нищих. Я бы в такую мусорку даже не зашла бы. А вы не знаете, он телефон с собой взял, а то мы звоним, он отключен. Делать мне больше нечего за его телефоном следить. Но своих забот полно. Скажите хотя бы, где он работает? Где надо, там и работает. Чего прицепились-то? А вот так. В баре он сейчас работает. Начальник отдела безопасности. Вышибала, то есть. Да. И бар этот? Бар Курган. На Черной речке. Благодарство. Здравствуйте. Угу, понятно. Спасибо. В общем, никто в этом баре вышибал у Бориса Лобана, в командировку не отправлял. Надо ж как удивительно. Да, он сам взял отгулы вчера. Видимо, узнал о гибели Матвисеевича. Значит, когда Семеновой резали горло, Лобан собирал вещички. Значит, одному удалось уйти. Надеюсь, и Сафонова тоже. Слушай, или так, Лобан убил Сафонова, Семенова и Матвисеевича и слинял? Сомневаюсь. Телефон сейчас отключен. Ребята мои проверили геолокацию ни у дома Семенова, ни у Сафонова, ни у Матвисеевича. Телефон не зафиксирован. Валя, Валя, это вообще ничего не доказывает. Это не дает повод объявить в розыск, сам понимаешь. А вот Сафонову я объявила. Спасибо, Валь. И это, я вчера тебе наговорил всякого на нервах. Ты прости, так-то ты реально стала крутым опером. Раньше совсем девочка была. А сейчас тетка, да? Ну, перестань. Сейчас ты вообще красавица. Да, слушаю, Шумихин. Что? Черт. Глаз не спускать. Че дам? Маша твоя. Из дома вышла. Вот коза. А за ней какой-то мужик увязался в синей куртке. Где она? Еще в магазине. Звони Шумихину своему. Маша! Ну, ё-моё! Сережа, а чего ты пугаешься-то? Ты с собакой в синей куртке увязался с моей женой. Сережа, не будь свиньей. Увязался немножко, да. Дождался, когда тебя не будет в городе. Скотина. Почему сразу увязался? Просто проводил до магазина. Да, решил скоротать время до ресторана и сводить твою жену в магазин. Раз ей дома не сидится. Ну, видишь, все в порядке. В порядке? Вот так вы мою жену охраняете. А если бы это был другой мужик? Настоящий? Настоящий мужик, на, держи. Мне к Шубину пора. Ладно, я пошла. Счастливо. Пока. Так, Маша, домой! Ну что, как ваши дела? Получше? Получше, да. По вам как-то не скажешь. Но зато теперь жилье есть. Да точно. Спасибо вам большое. Да не за что. Может быть, я еще чем-то могу помочь? Нет, нет, что. Я как-нибудь... Знаете, оно как-то налаживается. Правда, всегда так бывает. Думаешь, ну все. А потом раз, и кто-нибудь руку помощи в последний момент протягивает. Обязательно кто-нибудь появится. Ну что сидишь опять, как бирюк? Смотри, к тебе гости пришли. Анатечка, мамка моя. Я думала, у меня больше никого нет. Ну что ты, Сомышка? Я ведь давно бы пришла. Я ведь тетке твоей звонила, а она мне твердит, что ты никого не хочешь видеть. Я ведь случайно узнала, что ты здесь. А вы не уйдете? Уйду только с тобой. Будем жить вместе. Мы ведь дом купили. А Константин Романович, он не против? Да какой же он против? Вон он нас стоит, ждет. Первый раз вижу, как она улыбается ни разу не видала. Спасибо. Пойдем. Да не бывает такого, что вообще никого. Пожалуйста. Простите, мне все-таки понадобится ваша помощь. Да. Можно воспользоваться вашим телефоном? Буквально на минуту. Да, конечно. Пожалуйста, на стойку потом вернете? Да, конечно. Алло, Алексей, здравствуйте. Это я. Макар. Добрый вечер, Илья. Добрый вечер. Это ваш любимый столик? Угадали. Ваш заказ. В мире не так уж много мест, по которым я могу пройти без трости. Привычка свыше нам дана. Пожалуйста. Спасибо, Вадим. Узнаю их по запаху. Вы хотели со мной о чем-то поговорить? Это ваши любимые блюда, судя по всему? Да, угощайтесь. Хотел вас спросить про Никиту Сафонова и его друзей. Как я понял, он порвал с ними после смерти матери? Нет. Он порвал с ними гораздо раньше. После одной веселой шутки. Объектом шутки болевы? Если неудобно, я могу вас об этом не спрашивать. Отчего же. Это было весело. Плавный юноша Артем этот вечер заработал шикарный план. У нас в институте был ремонт. На одном из этажей. Я об этом не знал. Но туда и пришел. А они? Они загородили выход стеночкой. И остался заперти. А все, ребят, хорош. Это уже не смешно. Смешно еще будет. Имей терпение, Сафонов. Артем, ты что, не видишь, что он не собирается перед тобой унижаться? Он там целую неделю просидит и ни звука, только бы не унизится. Ничего. Неделю без воды не просидит. А если ему плохо станет? А если он умрет вообще? Тогда он получит премию Дарвина. За самую дурацкую смерть. А мы срок получим. Так, все, давайте выпускать. С огнем играем. А без огня какой смысл? Подождем еще. Он сломается. А вы чего молчите? Может, скажете, что это бред, нет? Все, на свете бред. Тут хотя бы весело. А что весело, Вань? Что мы человека убьем? А чего вы слышитесь-то, а? Как собаки. Вы что, не видите, что он ненормальный? У него же крыша совсем поехала. Успокойся. А что же было дальше? После такой ссоры ему же стало неинтересно меня держать заперти. Я услышал, как отвигается переогородка. Встал и ушел. Матусевич и Семенова убиты. Варки, обоим перерезали горло. Печально. Я интересовался делом прошлогоднего маньяка. Насколько я помню, он выбирал случайных жертв. Не понимаю, зачем ему могли бы понадобиться мои однокурсники. Как будто кто-то копирует его почерк, да? Кто, например, были враги? Нет. Матусевичем скорее все восхищались и прощали ему его гнусные шутки. Пробо меня разве что. Но я не убивал. А почему Матусевич привязался именно к вам? Потому что я был умнее его и не боялся ему этого показывать. Я буду через минуту. Нет, Маш, можно подумать, что я из вредности прошу тебя не выходить на улицу. Я, Маш, забочусь о тебе, а ты все делаешь мне назло, еще и врешь мне. Я вру? Ну, ты обещала. Ну, во-первых, я ничего не обещала, а врешь вот как раз ты. Кто меня уверял, что маньяком не занимается? Так я им и не занимаюсь. Да? А Гранина именно им занимается. Так, а куда вы тогда ездили вместе, если тебя маньяк не интересует? Да никуда мы не ездили. Я просто ее подвез. Действительно. Иду, смотрю, бывшая стоит. Дай, думаю, подвезу. Да с чего ты взяла, что это моя бывшая? У нас с ней не было ничего. Ну, значит, я вру. Значит, ты врешь. У вас же остался мой номер телефона? Да, Макар, остался. Вы, наверное, хотите сказать, чтобы я вам позвонил, если вспомню еще какую-то информацию? Да, именно это я и хочу сказать. Если вспомню, обязательно перезвоню. Всего доброго. Илья, откуда вы знаете, что это ваше такси и что это вообще такси? Ну, очень просто. Кроме нас, с вами здесь людей нет. Я не слышу ни звуков, ни запахов. Вы вроде бы такси не вызывали. А когда водитель подъехал, он не выключил мотор. Соответственно, он кого-то ждет. А если он ждет не вас, а того, кто еще не вышел из ресторана? Это вряд ли, Макар. Мне пришло сообщение на телефон, когда он подъехал. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok В условии, к сожалению, не люкс. Алексей, я даже не знаю, как вас благодарить. Не стоит. Нет, послушайте, вы меня даже не знаете, а тут я попадаю вам на голову с такой странной просьбой. Мне правда очень стыдно, но... Анна, я все сделаю для вас, что угодно. Не буду спрашивать ни о чем. Но если вы все-таки решите рассказать, я попробую помочь больше. Я... На меня напали. Елена, ну, одна женщина. Она написала мне смс, назначила встречу и не пришла. Наверное, там за мной следили. И мне чудом удалось сбежать. Симку пришлось выкинуть, раз они знают мой телефон. А я все думал, почему вы так быстро собрались и убежали. Подождите, на вас напали в поселке, рядом с домом. Почему меня тогда не позвали? Нет, напали на меня потом. Я уехала... Я уехала, потому что убила человека. Соседа из дома напротив. Я уехала... Я уехала! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Нет! Надо ему было скорую вызвать, помочь чем-то, а я... а я просто сбежала Значит, вы ударили и сбежали, да? Все? Да. А что? Ну, этого парня потом искали. Приходили частные детективы, спрашивали. Значит, в доме они не обнаружили его труп. Если вы не избавились от тела... О, Господи! А, простите, я хочу сказать, что наш сосед, видимо, жив. Ну и даже если нет, то вы тут ни при чем. Правда? А, ну да, логично. А они искали только его, не меня? Про вас тоже спрашивали. Ну, конечно. Послушайте, а на меня же ведь потом напали. Может быть, это один из тех детективов? Ну, или как их там? Ну, Алексей, вам теперь тоже нельзя в моем доме оставаться. Это опасно. Из-за меня могут и вас тоже. Не бойтесь, я куда-нибудь съеду. А вы пока побудьте тут. Отдохните. Я завтра приду. Спасибо. Ну, не надо каждый день. Вообще-то надо. Я здесь работаю. Не бойтесь, я вас не брошу. Джинджер, Джинджер, присмотри за Анной, а? Пусть она выспится хорошенько. На, держи. Да-да-да-да. На, держи-держи-держи. Все, спокойно. Меня все бросают. Субтитры сделал DimaTorzok И еще, как связан этот Никита с Анной Козловой из Дома и напротив? И почему она пропала? Ну вот опять двадцать пять. Далась тебе до Козлова. С ней как раз все непросто. Тут надо, тут надо покопать. А я понял, что ты в нее вцепился. В кого? В Козлову. Она для тебя идеал. То есть? Ну тебя же нормальная женщина не интересует? Только неуловимые, которые непонятно кто, непонятно где, да и вообще неизвестно как выглядят. Для меня все женщины неуловимы. Как неуловимый Джо? Потому что нафиг не нужны? Нет, потому что я не умею их ловить. Да нет, ловить-то ты их умеешь. Ты их готовить не умеешь. Зато ты прекрасно готовишь. С Машей поругались, да? А с чего ты взял? Ну вижу, вижу. Это из-за Граниной? Да далась вам эта Гранина. Вы мне ей всю плешу же проели. Это не нам далась. Это тебе. Такое ощущение, что ты к ней неравнодушен. Да с чего ты? Вот еще раз мне скажешь. Я же вижу. Я тебе в глаз дам. Сережа, подарю тебе пояс верности. Так и знай. Стой, 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 стой. Стой! Аня. 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 Как что? КОНЕЦ Серёжа, Серёжа, ты что, ещё спишь? А ну-ка, быстро просыпайся. Я нашёл. Чё ты нашёл, деньги? Нет, список жертв арочного маньяка. Сволочи. А среди них не только мать Сафонова, но и Константин Мельников, приёмный отец. Она козловая. Я сейчас приеду и всю душ из этого студента вытрясу. Мы её найдём. Да, и свяжись со своим этим опером Челковым. Мне нужен адрес Ильи Шубина. Алло? ДИНАНИЧНАЯ МУЗЫКА А! Где он? Кто? Кто он? Отпустите меня, пожалуйста. Где человек, который сейчас звонил? Это ты ему звонила вчера вечером? Я никому не звонила, я не работала. Кому ты вчера звонила? Я никому. Девушка. Девушка брала телефон. Кто? Я не помню, как ее зовут. Что она говорила? Я не помню. Вспоминай каждое слово. Проконюшно что-то. Проконюшно что-то, что все замечательно. Мы с тобой все узбели. Анна, вы дома? Эй, есть кто-нибудь? Эй, студент? Черт. Эй. Да, это деканат. Здравствуйте. Может, вы можете мне помочь? Дело в том, что я ищу Алексея Веткина. Он прислал к нам свою работу, статью, в наш научно-исследовательский институт. В ней космоаэрология. Да. Так вот, может быть, он оставил не тот номер, я… Как? Так… Так он жив? Ну, слава Богу. А может, вы подскажете, в каком больнице? Спасибо вам. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Алло. Санётик? Привет. Не отвлекаю тебя? Да нет, Маша, ничего. Только что смена закончилась. Угу. Здорово. Как, ты смотришь на то, чтобы где-нибудь нам с тобой встретиться? Ну, давай. Только, Маш. Что? Если ты Макару с тобой притащишь… За нить. Мне, конечно, очень лестно, что ты меня считаешь такой… интриганкой. Но я в чужую личную жизнь с ногами не лезу. Наоборот, я хотела про себя поговорить. Ну, хорошо. Ну, давай тогда минут через сорок в нашем кафе. Как вы? Чёрт. Он пошёл, говорю. А ну, иди отсюда. Пошёл, говорю. Помогите, а! Это он! Кто? Кто? Это вы на меня напали? Я? Когда? Когда же я успел? Когда? Ночью. Нет, может… Нет, хотя… Нет, скорее вы. Мне вообще-то сказали, что вас сбила машина. Ну, ладно. Где я на вас напал? Как? Ночью я домой шёл, через поле от шоссе. Вдруг из темноты вот навалился. Я вырвался, пнул его. Ну, ладно. Приезжал обратно к дороге, он за мной. Ну, и под машину. А, то есть, я так понимаю, лица вы моего не разглядели. Ну, вообще, это точно был мужчина? Не-не, точно. По дыханию я понял, но у него руки сильные были. А, ну, тогда это… это точно не я. И что же он от вас хотел? Да, чёрт его знает. Придушить, наверное. Ну, вряд ли. Он хотел вас убить или ограбить. Может какую-то информацию узнать? Может быть, он хотел узнать про Анну Козлову? Положим, вы ему не сказали. Он ведь может выяснить это сам. Нет, не знаю. Хотя у меня там выпал телефон. И если он… Хотя она мне звонила с другого номера. На неё просто тоже до этого напали. Так. Если я вам всё расскажу, вы ей поможете? Ага. Хороший мой. Хороший. Волноваться не надо. Напарник… Напарник сразу позвонит, как только найдёт её. Вот если бы вы раньше нам сказали… Да не знал я раньше. Она ж только вчера позвонила. Ну, допустим, вы не знали, где она. Но… Вы знали в любом случае больше, чем рассказали нам. Если б я сказал вам всё, что знал, вам об этом ничем не помогло. Ей приходили письма. В конвертах. Даже не письма, а деньги в конверте. Каждый месяц её это стало волновать. А я обратил внимание, что штемпели на конвертах фальшивые. А, значит, что… Значит, кто-то эти конверты клал прямо в почтовый ящик? Ну, да. И она решила… Смотреть, кто это делает? Вот. Она дождалась и пошла за ним. Не знаю, кого она выследила, но я не спрашивал. Потом она приезжала в тот же день, быстро собралась все вещи в рюкзак и уехала. Вот. Вид у неё был испуганный, вот. Больше мы с ней не встречались. До вчерашнего вечера, когда она позвонила, и вы её спрятали на конюшне. Она рассказывала, почему она скрывалась. Алексей, мы не сможем ей помочь, если… Она сказала, что убила соседа, которого вы ищете. Убила Сафонова? Случайно. В запале. Ударила кастрюлю и убежала. Но я подумал, что раз его ищут… Да-да, тело мы так и не нашли. Получается, убила не она. Знать бы, кто подкидывал ей деньги в конверте, и зачем она ударила Сафонова. Она вам не рассказывала? Угу. У нас не принято. Она… Закрытый человек. Всего боится. Одиночка. Может, ей никто не нужен? Нужен. Она просто боится близко подпускать. Страшно. Я её понимаю. Ну, она позвонила, когда уже был край, когда на неё напали. А-а-а… А-а-а! 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok ДimaTorzok Здрасте! А вы кто? Конь в пальто! Извини, брат! Слушай, ты девушку тут не видел? Какую? Вера сегодня не работает! Значит так, появится девушка, зовут Таня, передай ей рюкзак, она забыла! И вот еще, это важно! Отдай ей визитку и обязательно скажи, чтобы позвонила, ей помогут! Не понял, что за девушка-то? Алексея подруга! Лешкина? Не знал, что у нее есть девушка! А здесь камеры у вас имеются, но на въезде! На въезде висит! Только она уж полгода как сломана! Да черт! А машину-то не видел? Резво так уехала! Не видел, но слышал! Тьфу! Не на том спасибо! Обязательно передай! Передам! Значит, ты у нас теперь беглый катушник! Ой, слушай, да невозможно уже в четырех стенках сидеть! Ужас какой-то! Спасибо! Давай со мной! Ну пополам! Ой, не, не! Уберите, пожалуйста, от меня! Это безобразие! А чего это ты? Стала говорить, как будто ты не пластический хирург, а стоматург! А ты это хотел со мной обсудить! Что? Ну, не знаю, подтяжечку! Чего? Чего, может, порабуешь? Шучок! Я сама тебя выгнала, если бы ты с этим ко мне пришла! Ой, Санючек, если бы все было так просто! Сделать подтяжечку и все красивое, и мы больше ни на кого не посмотрят! Ну, во-первых, посмотрят, это вы им не запретите! А во-вторых, даже если посмотрят, не факт, что уйдет! Да даже если не только посмотрят! Я, вон, сколько лет жена-то уже дала, а я все в бестроку! Вот я и думаю, пора уже вещички собирать, пока только смотрят, или так не дожидаясь, как говорится, второго этапа! Да-да-да, Муся, по-моему, Серёжа, на тебя просто молится! Может, надоела ему такая жена, на которой молиться надо? А, не знаю, может, она теперь женщина, с которой он, как-то, на одной волне, что ли? Ну, всякое может быть, только ты с плеча-то не руби сразу! Ты же обрубила! Ну, во-первых, был женат, и не очень-то собирался! Я про Макара! Про Макара? Но тут я не то, чтобы обрубила! Он-то как раз не смотрит! А если так, то зачем? Сань, ты прости меня, пожалуйста, я, может быть, не в своё дело влезу! Мне кажется, Макар очень по тебе скучает, ему нужно! Ну, если скучает, пусть приходит! Я подожду! Видимо, доля моя такая, всю жизнь мужиков ждать! Но бегать за ними я уж точно не буду! Ну, ты верно! Козлова нашёл? Ага, и козла! Ты к Шубину опять ходил? Сказали, что он поехал в барбершоп! Красоту наводить! Поехали! Может, он вообще не в салон пошёл, а поехал на конюшню убивать Козлова! Я таки слепой пью! Пришёл, палку в кусты, была клава на морду, и вот он же не пират, а супермен! Может, он не слепой? Это всё фантазии твои! Я так думаю, это тот гопник, помнишь? А, помню, помню, Лобан! И понимаешь, странность такая, я его бью-бью, а он как будто боли не чувствует! Такой, то ли обкололся, то ли обожрался чего-то! Ну, и на что Лобану сдалась эта Анна? Ну, а Шубина она тоже ни на что не сдалась! Разве что Анна нарыла что-то на маньяка, который убил её обекуна! И это оказался Шубин, а так, мотива нет! Знаешь, у кого есть? У Сафонова, если он жив! Она же его огрела кастрюлей! Получается, что Никита и есть маньяк, и убил свою мать, а потом да, куча опекуна Анны, а потом ещё стал присылать ей деньги? Нет, это вряд ли! Студент рассказал, что Анна пошла за человеком, который положил в ящик деньги! За Никитой не надо было далеко ходить, он же ведь напротив жил! А вот если Шубин маньяк и посылал ей деньги, и она его выследила, тогда у него был резон на неё охотиться! А зачем вообще маньяку опослать деньги, и зачем Анна, как ты говоришь, огрела кастрюли с Сафоновым? Не знаю! Куда мы едем вообще? К салону! К Шубину? Да не к Шубину! К гопнику этому Лобану! Точнее, к невесте его! Знаешь, ты давай один, высади меня, я поеду, осмотрю место, где на студента напали! Испугался, что я тебя обкарнаю? Аравидырчи! Да плевать он на меня хотел, с высокой колокольней маньяк этот! Господи! Ты на него плюнь! А я плюнула! Я знаешь, как плюнула! Ой, лёгок напоминя! Да! Машенька, привет! Ты дома? А где мне ещё быть? А я тут подумал, может, сходим вечерком куда-нибудь? А куда-нибудь это куда? В ресторан, там в оперу! В оперу? Кто ж не хочет в оперу? Конечно, хочу! Ну, ладно! Ресторан тоже подойдёт! А я по такому случаю даже подстригусь, чтобы тебе не стыдно было со мной в люди выйти! Спасибо! До свидания! Здравствуйте, девушка! Мне бы постричься! Вы свободны? Для вас! Лучшее место! Пойдёте! Придёмте! И правда лучше! Что будем делать? Ну, вы как-нибудь сзади подровняйте! А давайте я сделаю вам кроп! Кого? Гроб? Нет, это мне рановато! Нет, это кроп! Кроб! Смотрите! Вот здесь вот мы всё выбриваем, да? А вот здесь вот наверху поднимается! Да, понятно! Нет, вы меня просто, просто подровняйте! Ну, как скажете! А вы живёте здесь где-то рядом или работаете? Да не то, чтобы рядом! Жена моя ваш салон посоветовала! Она к мастеру Зое на маникюр ходит! А как её зовут, жена ваша? А вы Зоя? Жену Машу зовут! Такая тёмненькая, брюнетка, симпатичная! Брюнеток много ходит! Может, и Маша есть! Головой не дёргайте! Голова не дёргайте! Серёжа! Я тут в лесу кое-что нашёл! Шприц! И не просто шприц, а тюбик для одноразовых инъекций! Мне такой уже как-то попадался! Мощный энергетик, поднимает уровень адреналина в крови Ты знаешь, с таким допингом кто угодно может стать суперменом Здравствуйте, девушка Добрый вечер, вам номер на одного? Ну зачем же мне одинокому номер? Опять полиция Я из полиции нравов, я частный детектив, к вам только что девушка зашла Не видела А у этой девушки есть муж, представляете, некоторым так везет, а они не ценят свое счастье Так вот этот муж очень хотел бы знать, где его дорогая супруга проводит вечера после работы Она сняла номер на свое имя, но живет там какой-то парень Как заселился, сидит там безвылазно, но она ходит к нему каждый день Но она ночью не остается Ну ясное дело, еще не хватало Я пройду А шума не будет? Какой шум? Я же не коллектор для неверных жены Я просто посмотрю на месте Лена 102 номер, налево по коридору А шума не будет А шума не будет А шума не будет А шума не будет Что Джинджер, друг твой не приходил? Знаешь, только он меня предал Да, да, не пыркай, только он знал, где я нахожусь Я думала, что он и мой друг тоже, но видно, у меня нет друзей Ну хоть ты не предавай Доброе утро, да? Доброе утро Это вам Спасибо Опять плохо спали? А что, я сильно помятая? Да вы что, прекрасно выглядите Я слышал, как вы ночью урочились А я вам спать не давала, да? Простите, я буду потише Все нормально, вы не мешали, я просто за вас беспокоюсь Ой, мне пора До свидания До свидания Может, хватит уже? До чертей-то пьешься Ну, к черту Борь, может, скажешь уже, от кого ты прячешься? От полиции? Ну, если они тебя ищут Ты же не будешь тут до пенсии сидеть? Пошел бы к ним сам, а? Ага, сам Ну, даже если посадят, то ненадолго ведь А может, и вообще не посадят Боря, ну рассказывай, ну что ты натворил такое? Натворил Ну что, ну не человека же убил Убил? Господи Кого? Кого, Боря? Я не знал Я не хотел Я случайно Случайно? Так, может, ты не виноват? Я виноват Мне теперь никуда этих нашли Кого этих? Трупы? Ты ни одного, что ли, убил, Боря? Я не виноват, я не хотел Теперь и меня Так, хватит, Боря, отдай Уйди И уйду К чертовой матери Цой! Я сделал, как договаривались Маша, привет Привет Что-то случилось? Да нет, ничего Просто сижу, делать нечего Вот смотрю, ты в сети позвонил Молодец, я вот тоже скучаю Скучаю Знаю, а ты не скучаешь? Ты за маньяком не слепой, смотришь, да? Да ладно, я знаю, что за маньяком следить, а бабка не прокололся Если он слепой, то он не маньяк Слушай, а почему ты думаешь, что он не слепой? И столько лет и прикидываться и в институте, и на работе Ну, у маньяков своя логика Может, он хотел внимание привлечь или вызвать жалость Может, у него... Может, его в детстве никто не любил Для маньяков это абсолютно нормальная история Ну, логично, но ты же вроде говорил, что у него там все замечательно И на работе, и вообще все в шоколаде Про шоколад я ничего не говорил, а вот что касается работы, ну да Но это вполне закономерно Шубин очень умен Так, может быть, в этом все и дело? В чем? Чтобы ты, Макар, назвал кого-нибудь очень умным Этому человеку действительно нужно быть умнее тебя Что, ну, большая редкость Ты сразу становишься подозрительным, что-то неладное начинаешь, да? Ну, допустим, он не умнее меня Макар, что там? Сейчас, подожди, Маша Макар Макар, ты его видишь, что ли? Ну, поднимай Упался, наконец. Держи. Дура. Не пойдем. Ты была права, он умнее меня. КОНЕЦ СИГНАЛИЗАЦИИ 17-й прием. Как слышно меня? Второй на связи. Второй экипаж. Как слышно? Так. Возьми документы у судного эксперта, потом мне принесешь. Понял? Конечно. 17-й, как слышно? Бабкина, а ты чего тут до сих пор расшиваешься? Чего-чего? Жду, когда ты меня арестовывать начнешь. Тебе понравилось? Я смотрю. Валя, поделись в двух словах, что там как. Камера смотрела? Смотрела. Последние два часа никто не выходил, кроме тебя и этой девки. Кожин! Да? Возьми копию. Паспорт этой, как Зои. И сгоняй утром. Завтра в отдел нам привезешь ее. Думаешь, она могла? Проверить надо. Но, судя по следам на шее, мужик душил. Ну, да, у нее силенок вряд ли бы хватило. Слушай, а в отеле служебный выход есть? Да, есть. И даже камера над ним есть. Но она разбита. Интересно. Очень интересно. Пожевабкина, иди домой. Действуешь мне на меру. А что, действуем? Вась, слушай, возьми меня на допрос к Зое. Мне все равно показания давай. Ну, ладно, черт с тобой. Приходи. Может, тебя подвезти? Уверен. Ну, и все, тогда. Приезжай на допрос в восемь. Утро. Дня, бабкин, дня. Забыл, когда у ментов утро начинается? А можно я с мальчиком приду? Макаром? Со своими телятами? Давай. Макаром? Так он признался, что убил нескольких человек? Вроде да. Я не поняла. Он пьяный был, нес какой-то бред. Ну, кого убил, не говорил, да? Точно? Точно. Он даже не сказал, мужчин или женщин. Только сказал, если их нашли, ну, как-то так. Я так поняла, что он трупы спрятал, а их нашли. Господи. Ну, успокойтесь, я, по-моему, успокойтесь. Я просто не понимаю ничего. Когда он просил помочь, ну, спрятаться, я думала, нет, ну, если он от полиции прятался, ну, кто тогда его убил? Мы найдем обязательно. Скажите, а вы правда нашли, ну, тела, которых Боря... Мы много тел находим, Зоя Павловна. Много. Зоя, Борис повторял, что чего-то не знал, что не хотел убивать. А он не сказал, чего он не знал? Нет. Только, когда я уходила, он бормотал что-то вроде... Я сделала, как договаривались, и все, я ушла. Как договаривались? Получается, он был не один. Получается, он был не один. Получается, он был не один. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Опа! Продолжение следует... Тихо, Эд, ты чего? Извините, я... Я сейчас уйду. Так это ты Лешкина подружка, что ли? Нет. То есть, рюкзак не твой? Ой, а он у вас? Так это, типа, ты Лешку не хотела подставлять. Брось. Что с ним будет? На. Погоди. Тут мужик вместе с рюкзаком просил передать. Мужик в маске? Не, без маски и без перчаток. Сказала, чтоб ты позвонила, он поможет. Нет уж, спасибо. Хватит с меня помощников. Что, не будешь брать? Ну-ка, твое дело. Слушай, Лешку будешь навещать, привет передала. Навещать? А где? В больнице. А ты чего не знала? Еще и телефон потерял. Вчера Шижова звонил. А что с ним? Под машину вроде попал. Я поняла. Спасибо. Спасибо, Машенька. А мне? Тебе? А ты меня вчера в кафе сводил? Вообще-то я извинился. А ты вообще вчера в самоволку ушла, так что получше. Два наряды вне очереди. Так, да? Ну ничего, как раз парочка новых нарядов не помешает. Суровый мужик, как ты с ним живешь. А ты вообще молчи. Разоблачил коварного слепого? Разоблачил. Он слепой. Но даже если бы он притворялся, все равно Лобана он бы убить не мог. У него есть алиби. Значит, получается, что убийца Лобана убивал он не сам, а по заказу некоего неизвестного, который теперь решил от него избавиться, так сказать, зачистить следы. Так? Ты думаешь, что это Лобан убил всех институтских друзей? Не всех. Сафонов-то может быть еще жив. Ну хорошо, если он жив. Тогда он должен прятаться получше, чем Лобан. Иначе его бы все камеры зафиксировали. Он же объявлен в федеральный розыск. Слушай, а что мы сразу не спросили в РОВД? Нет ли новостей про Сафонова? Ну нам бы сказали, наверное. Да, кстати, если Сафонов таки мертв, то маньяк пора выходить на пенча. Больше никого не осталось. А вам, кроме трупов, больше нечего за столом обсудить? Да, прости, Маша. Но про живых можно. Мы совсем забыли про Козлову. До нее-то он пока не добрался. Хоть бы она на связь вышла, что ли? Да нет, это вряд ли. Студент говорил, что она волк-одиночка. Как ты. Ну ты сравнил, молодец. Одиночка она не по своей воле. Просто не повезло. А я что, по своей воле одиночка? А ты вообще никакой не одиночка. Иначе не пришел бы к нам с утра оладьи трескать. В этом доме уже попрекает куском. Ладно, я добавки не попрошу. Поеду опять к студенту. Узнаю, не уходила ли она с ним на связь. Как вы, получше? Ну, вы нашли, Анну? Нашли. И потеряли. Она сбежала от моего коллеги. Может, еще позвонит. Я думаю, она со вами как-то свяжется. Нет. Да и как она со мной свяжется? Я же свой телефон в поле посеял. Да, телефон мы так и не нашли. Я принес вам новый. Чтобы на связи были. Спасибо. Я вам потом верну, естественно. Значит, этот гад украл мой телефон, да? А Аня симку свою вообще выбросила. Это зачем? Ну, как? Я же говорил, ее по номеру телефона выследили. Ей пришла какая-то смс-ка от Елены. Позвали ее на встречу. Она пришла. На первый день там никого не было. А на следующий день на нее напали. От Елены? Точно от Елены? Вроде, да. А что? Телефон Елены остался дома. Он его не забрал. Важно, он проситал сообщение прямо там. Хотя нет, не успел. Она сразу выпрыгнула. Значит, она сама. Подождите, вы о чем? Кто выпрыгнул? Аня? Нет, ни о чем. Поздравлюйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Помните меня? А так? Помню. Вы мне тогда сказали, что Елена Матусеевича скончалась. Похо на ждем. А их все нет. Тело кто-то забрал или оно все еще тут? Нет, его здесь нет, конечно. Тогда я в морге проверю. А в морге справок не дают? Дают. Но не всем. Я подозреваю, что тело Матусеевича они никогда и не видели. Не знаю, ничем не могу вам помочь. Зав. Отделением где? Вы родственник? Подождите, пожалуйста, в коридоре. Я закончу осмотр. Это я, пожалуй, здесь подожду. Пока вы этого человека не объявили мертвым. В смысле? Давно в вашем отделении живых людей хоронят. Почему вы наврали про смерть Елены Матусеевича? Послушайте. Сотни родителей в шоке. Мы бы не стали вводить в заблуждение родню только случайных людей. Полиция для вас случайные люди? Разумеется, нет. Полиции мы сказали, все как есть. И что же вы сказали? Пациентка ушла сама. Подписала отказ от госпитализации. Мы не смогли ничего сделать, у нее были не такие серьезные травмы. Но она очень боялась, что на нее снова нападут, и полиция не сможет ее защитить. И она сказала нам... Врать всем, кто про нее спросит. Она говорила, кто на нее напал? Я начинаю думать, что вы. Какое безобразие. Все врач называется. Поменяйте его. Бабкин, я что-то уже устала от тебя. Ну, нигде твой Сафонов не появлялся. В таймерах наблюдений не попадал. Прогнали мы его через систему опознавания. Морга в больницах, его тоже нет. Из воды не вылавливали. Ну, что я еще могу сделать? Ну, Валь, я же просто так, малые новости какие. Ты каждый день будешь ко мне за новостями ходить? Да. Да. Как это? Я перезвоню. Ты знала? В смысле? Что, твой Сафонов нашелся, что ли? Что Матусевич жива? Ну, да, знала. В больнице сказали, что она ушла. Тогда какого черта, а? А какого черта я должна тебе докладывать? Ты меня не спрашивал, я не говорила. Это вообще мое расследование. Где она сейчас? Где? В розыске. Я всех еще скоро себя потеряю. Возле ее дома человека поставил на случай, если он только вернется, или тот, кто хотел на нее напасть. Возле дома, да? Валя, тот, кто на нее напал, скорее всего, придет в больницу за студентом. Вот туда надо было человека ставить. Как я все это время без твоих советов работала бабкину маню приложу? Думаешь, у меня дивизия? Будет лишний, поставлю. Ладно, все, ухожу. Слушай, а квартира Матусевича печатна? Зачем? Она живая, может в любой момент вернуться. Я дверь закрыла, ключи с собой забрала. Ну, мы зайдем ненадолго. С чего это? Посмотрим, зацепки поищем. Может, поймем, где эта живучая дама копалась. Ну, откопаешь, дай знать. Ладно, ищите. Только ключи я тебе не дам сами открывайте. Аккуратно там, не лапнуть мне еще. Я самому человеку позвоню, предупрежусь, что вы придете. Здравствуйте, девушка. Случилось чего? Или вы так, познакомиться? Меня Сережа зовут. Очень приятно. Анна Козлова. А можно вас попросить пробить по вашей базе, нахожусь ли я в розыске или нет? Мощно. Анна. Конечно, в розыске. Я, может, такого, как вы, всю жизнь ищу. Ах. У вас вся жизнь впереди. Еще найдете. Анна Козлова в розыске не числится. А вам зачем? Да, понимаете, парень мой бывший пригрозил, что если я от него уйду, то он заявит на меня, типа я его обокрала. Вот это я понимаю, любовь. Размеетесь. Он друга моего избил. Меня у него искал. Жесть. Не то слово. Друг мой сейчас вообще в больнице находится, а я из деревни приехала только что, даже не знаю, куда его отвезли. А отца он к трубке не подходит. Друга-то как зовут? Леша. Алексей Веткин. Коль, пробьешь? Ага. А вы не хотите на своего поклонника тоже заявление написать? Какой-то правда неадекватный. Он же мне еще ничего не сделал. Что же я напишу? А вот Леша, да, пускай пишет. Алексей Веткин, 97-го года рождения. 72-й больница. Хорошая. Все травму туда везут. Спасибо вам большое. Анна, но вы смотрите, если будут еще угрозы, идите подавайте заявление. С этим шутить не надо. Хорошо. Спасибо. Чем приходится заработать? Самодеятельность, одним словом. Матусевич выпрыгнул из окна. А, причем не этого, а из кухни. Значит, у нападавшего было всего лишь несколько минут для того, чтобы метнуться в комнату, порыться в шкафу, переодеться и уже в соломенной шляпе выскочить во двор. Никогда бы не успел. Ну, в принципе, можно было успеть, если он уже бывал в этой квартире и знал, где что находится. Или ты думаешь, это она сама все подстроила, прыгнула из окна прямо на дерево? Нет, нереально. Почему нереально? Ты шприц, помню. Если она вколола себе такой препарат, она могла легко катапультироваться до Луны. Вот тебе алиби. Угу. Еще попросила соседа прогуляться в ее одежде до мусорки. Гениальный план. И сына своего тоже сама убила. Ну, реакция на гибель сына, конечно, была очень странной. По поводу сообщника, ты знаешь, ты прав. Это вполне мог быть и Лоба, например. Ну, что, нашел что-нибудь? Да. Ты смотри, фото одно интересное. Вся дружная компания, кроме Никиты. Ну, что в нем такого, кроме того, что фотографии сейчас никто не печатает? А, ну, он ее распечатал и поставил на самом видном месте. Наверное, это что-то значит. Вон, смотри. Табло на остановке и дата. Два часа апреля. Кладбище. Это день. День похорон. Матери Сафонова. Да. Неплохо так сходили на похороны. Как на праздник. Ты думаешь, это они ее убили? А ты что-то нашел? Кое-что. Адрес. Помнишь, такой? Ну, а как же? Дом Анны Козловой. Так, ну, теперь мы знаем, кто и почему посылал ей деньги, да? Угу. Вот только Алексей говорил, что конверт в ящик клал. Мужчина пожилой, невысокого роста, худощавый. Ну, судя по описанию, это сторож из детского сада. Елена рассказывала, что спасла его от тюрьмы и нищеты. И теперь он ей обязан по гроб жизни. Что хочешь для нее сделать? Спрячет ее. Например. Тише, тише. Пожалуйста, не вставайте. Алексей, вам очень плохо. Простите. Садитесь, садитесь. Слава Богу, я все думал. Где вы, как? Вам сыщик сказал, где я, да? Какой сыщик? Ну, тот, который номер свой оставил. А, нет. Я побоялась, я не знала, кто оставил визитку. Ну, тот или другой. А это он у вас так? Да, он. Ну, в смысле, другой. Правильно сделали, что вы его боялись. Я сначала подумала, что это вы меня ему выдали. Я? Так я ничего не сказал. Вырвался ей под машину. А, ну да. Телефон. А как же он? Это неважно. Главное же, что это он, а не вы. Да я бы никогда. Лучше умер бы. Вы и так чуть не умерли. А у меня больше никого нет. Если его тоже, то тогда и жить не за чем. Аня. Я всегда буду рядом. Я вам там ягоды принесла. Я знаю, что вы любите. Вот. Сейчас помоем. А что это? Тишина такая. Тихий час, что ли? Так субботу же. А? А, точно. Вот у всех выходной, кроме нас. А нет, смотри. Кто-то работает. А. Да нет, это ты в своих очках не видишь ни черта. Он не работает, а живет здесь. Вон, с полотенцем только проснулся, пошел умываться. Где живет? В подвале? Походу, да. Так, я пойду осмотрю его жилище, пока он ушел. А ты иди за сторожем. Может, ему Тусевич найдешь. Значит, за сторожем мы бабки наотправим. К тигру в пасть. Запахло трусостью, Сережа? Нет меня. Я не знаю, я не знаю. КОНЕЦ Ирина, тихо! Тихо, Ирина, тихо! Я вас не обижу! Я вас не обижу! Вот и отдавай детей в такой детский садик! Чайку налить! Вы думали, я все разыграла? Да, признаться, у меня была такая мысль! Но когда я услышал, как вы кричали, я сразу понял, что убийца к вам действительно приходил! Лицо вы его разглядели? Нет, он был в маске такой, на всю голову, от этого еще страшней! Он налетел и с дикой какой-то яростью тут не только в окно, в огонь прыгнешь! Я так понимаю, он мстит арочному маньяку, точнее маньякам! Вы же этого не знали? Знала! Я все знала! И промолчала! Вы догадались, да? Я из больницы сбежала и в полицию не пошла, не потому что не доверяю, а потому что пришлось бы все рассказать! Я не была готова! А теперь готова? Это же ваш сын убила мать Никиты Сафонова! Не знаю! Не знаю, кто именно из них! Прохожих они убивали втроем, но… То есть… По очереди! Откуда вы это знаете? Я заглянула в его компьютер, у них был секретный чат! Мам! Ну я же просил, он выбирает! Что это так чисто? Убивали просто так? Забава ради? Да нет. Они хотели совершить идеальное преступление, чтобы их никто не поймал. И ведь, правда же, не поймали. Талантливо. Значит, в полицию вы не пошли, а сыну? Вы сказали что-нибудь? Ничего я ему не сказала. Не нашла слов. Боялась. А вдруг он у меня? Потом убийства прекратились, они удалили чат. Полиция ничего не нашла. И вы стали посылать деньги Ане Кожловой, да? Вы это знаете. Да. Хотелось… Хотелось как-то возместить, что ли. Она к вам приходила недавно? Была. Она проследила, проследила за Николаем. Потом за мной, видимо, до дома. Я ей во всем призналась. Немедленно! Прямо сейчас идите в полицию! Эти животные живут как жили! А вы молчите! Нет, нет. Не могу. На сына. Иди сама скажи. Иди сама скажи. Пусть лучше меня посадят, а? Пусть лучше я в тюрьму, в тюрьму. Ну, пожалуйста! Ну, прости меня! Ну, прости меня! Ну, прости меня! Соберите ваши трети. А потом вечером убили Артема. Да, мы вас там видели. Теперь я понимаю, почему у вас была такая реакция. Да. Я этого ждала. Ну, не этого, деда. Расплаты. Получается, все прекратилось после убийства матери Сафонова? Да. Но Артем не раскаивался. Мне так кажется. Он просто решил, что это хорошая точка. И фотографию на стеночку повесил. Ну, посмотри. Какое у Лобана лицо растерянное. Видимо, он и убил, и переживал. Помнишь, Зоя нам рассказывала, что он все твердил. Я не знал, это случайность. Пожалуй. Он же не был знаком с матерью Никиты. Ей просто не повезло зайти в ту арку. А Семенова не только убила, но еще и полицию вызвала, и свидетелем пошла. Круто! Елена, скажите, а зачем вы назначили встречу Козловой? Сразу после смерти вашего сына? Я... Я никуда не выходила в тот день. Только в окно. Когда пришел тот жуткий человек. Да нет, зачем? Зачем должна была ее вызывать? Я ей при встрече все рассказала. А вы что-нибудь говорили про Сафонова? Она же сразу после вас пошла к нему? Нет, а что я могла про него рассказать? Никита не участвовал в этих жутких забавах. Раньше он часто у нас бывал. Потом вроде поссорился с Темой, да и с другими тоже. Борю даже поколотил. Погодите, погодите. Я вот сейчас не понял. Это Сафонов избил Лобана? Нам так рассказали, что все наоборот. Нам говорили, что он самый мирный в этой компании. И он не мог сделать этого? Да-да, все так думали. Но... Я видела в нем... В общем... Никита побить мог. Мы, педагоги, умеем замечать такие вещи. Катя... Какой я к черту педагог! Успитала сыночка. Вот, пожалуйста. Так, вы лежите, отдыхайте, поправляйтесь. А я завтра зайду. А ты не обязана? Я знаю, что не обязана. Но все равно зайду. А куда сейчас? Домой? Тебе же опасно. Ну, я пойду там, где безопасно. В полицию. Теперь точно ясно, что я никого не убивала. И меня больше никто не разыскивает. Ну, кроме одного человека. Расскажешь им все? Да. Все, что знаю. Татьяна, скажите, а такое может быть, что ваш брат, тихий, интеллигентный паренек, избил гопника Лобана? Ну, вообще-то Лобан его первым побил, а он дал сдачи. Это же нормально для мужчины сдачи дать. А мне кажется, вы что-то недоговариваете. Возможно, об этом. Я смотрю, вы не удивились? Знаете, что это? Знаю. Мама работала биохимиком, они разработали секретный препарат для военных. Ну, и как он работает? Ну, вроде бы вызывает краткомременный, очень мощный выброс энергии. Мама принесла домой несколько штук и велела нам применять только для бегства, а не для нападения. Ну, как минимум, один раз Никита этот запрет нарушил. А остались у вас еще эти препараты? Можете посмотреть? Ни одного? Ну, по крайней мере, мы знаем, что Никита жив и здоров. Да, как бык здоров. Да, как бык здоров. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Получается, заказ с мурупа у меня. Погоди. Мы же его не нашли. Нет, это ты погоди. Я-то его один раз нашел. Мне хватило. Значит, я с Сафоновым дрался. Он еще и на Анну Козлова напал, на студента. На Елену Матусевичу. Столько ребят убивал. Артема, Семенова, Лобана. Знаешь, мне кажется, он только сейчас понял, кого надо увинить в смерти его матери. И вышел на тропу войны. Не, ну, это понятно, за что. Анна чем ему не угодила. Они же вроде как оба в одной лодке, пострадавшие от маньяка. Не знаю. Может, он узнал, что она получает деньги? Трудно сказать. Но поселился напротив, он не случайно. Следил же за ним? Следил, следил. И она вывела его на Елену Матусяевичу. Тут-то до него и дошла. Ну да. А Козлова стала смотреть профиль Артема в соцсетях. И нашла у него в друзьях Никиту. Человек из дома напротив. Да. Подумала, что он тоже убийца и ворвалась к нему. Получается, он ее чуть не убил. За то, что Аннаева кастрюли по башке Звезданова. Нет, ну что-то вряд ли. Да, слушай, как же он грамотно построил свое исчезновение. Маньяк убивает его друзей, ну и его тоже. Значит, если бы Анна пошла бы в полицию и сказала бы, что он за ней следил… Легенду бы ему попортил точно. Его тут же бы перевели из разряда жертву в подозреваемое. Да. Вот поэтому он и гонялся за ней. Даже эсмс отправил от имени Матусевича. Знал, что прокачивает. Ну, получается, она два раза от него ушла. Молодец. Запить не хочешь? Спасибо. Да. Секундочку. Говори. Она вышла из больницы, помахала, зашла за будку. Трансформаторную будку. И не должна была выйти с другой стороны, но она не появилась. Ну, может, она прямо там в машину села? Да-да-да, там было такси. Но она просто очень странно быстро рванула с места. И в нем никто не сидел, кроме водителя. Точно? У меня зрение хорошее, я бы заметил. Я переживаю. Найдите, пожалуйста, ее. Найдем, найдем. Спасибо. Звони Граниной, пусть посмотрит камеры у больницы, какое там было такси. Пробьет по базе, какое такси в угоне и объявляет перехват. Угу. Только он не такой дурак, чтобы целый день в этом такси по городу мотаться. Ну да, он не дурак, но мы все время от него отстаем. Надо понять, чего он хочет, почему не убил на месте, и куда он ее везет. Глупо как-то. Мог проследить за ней от больницы до любой подвороте, а там уже убить по-тиху. Зачем надо было похищать средь бела дня? Не нужна тебе никакая от нее информация. Ты все знаешь, Никита. И почти всех убил. Зачем тебе Анна? Да я-то откуда знаю? Ну, может, он ее в заложницу взял? Ну, на случай, если менты на хвост сядут. Зачем тогда так рисковать, когда за тобой никто не гонится? Да черт его знает. Он же явный псих. Может, отомстить ей решил за то, что она его чуть не убила. Ты гений? Сережа. Это она должна его убить. А вот сейчас я не понял. Если она его убьет, он исчезнет. И полиция его не будет искать. А, типа она это маньяк, а он исчезнет, так? Да. А где? В воде проще всего. Сафонов, он работал в мостотресте. То есть она его сбросит с моста, ну, типа это несчастный случай. Не, так дело не пойдет. Она тоже должна погибнуть, только случайно. Как? У тебя же нет сообществ. А чтобы толкнуть ее под случайную машину, слишком сложную, и водитель все увидит. Под машину не получится. Вот если под поезд. Поезд. Поезд это хорошо. А машинист он уже увидит, Никиту. Да не увидит. Он из-за укрытия толкнет, а сам в воду. Мост. Железнодорожный мост. Финляндский. Нет, он в центре. Это вряд ли у всех на виду. А за городом есть? Есть, Кузьминский. Полчаса езды, поехали. Не, подожди. Фигня это все. Он на мост не сможет незаметно попасть от охраняемого объекта. По шпалам не сможет. А с воды вполне себе. Скоро стемнеет. Если знать устройство моста, конструкции, камеры, то… Он точно их знает. Погнали. КОНЕЦ ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... Долго ты будешь там копаться. Узнал, когда следующий? Да сейчас, сейчас. Десять минут. Спеваем. А почему тут? Типа я тебе горло перерезала. Что потом? Ты упал в воду. Тело так и не нашли. А я случайно шагнула под поезд. Вот. Никто не поверит, что я тебя сюда притащила. Не притащила, а позвала. Вот по этому телефону. СМС-ку отправила. А я дурак. А ты меня зарезала. Ну что я тебе сделала? За что ты меня так... А ты мне не бить пошла, вместо того, чтобы к ментам побежать, когда эта стерва тебе все рассказала. У меня доказательств не было. Ну конечно. Конечно. Куда как проще меня по башке кастрюли огреть. Вот даже я потом к ментам не побежала. Заныкалась где-то. Надеялась и дальше от нее деньги получать. Он нас увидел. Оттуда нет. Не видно. Он всегда перед мостом сбрасывает ход. Ничего. Сейчас поедет. Эй! Тихо, 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 тихо. Тихо, давай-ка. Вот сюда. Вот так. Аккуратненько. Вот. А как вы тут? Как-как? На поезде приехал. И где вы скрывались все это время? В Питере прятаться нетрудно. Пустых домов под снос полно. А месяц назад вы специально сняли дом напротив Анны Козлова, чтобы следить за ней? Не надо отпираться. Чем больше скажете, тем легче. Да, специально поселился. Откуда вы узнали, что Анне кто-то посылает деньги? Ну, я, собственно, и хотел узнать, откуда. Как вы об этом узнали? Это случайно. Пошел на могилу к маме, услышал, как это рассказывает мужику какому-то. Мол, деньги приходят ей. Я понял, что это единственная ниточка. Если деньги шлют анонимно, значит, кто-то вину заглаживает. А когда вы поняли, что деньги присылает Елена Матусевича? Тут сомнения отпали окончательно. Артем давно мечтал об этом идеальном преступлении. Ведь они же еще к маме на похороны пришли. Знаете, если бы это оказались не они, но если бы другой какой-то псих. Я, может быть, и не так бы. Не так озверел бы. В общем, ясно. Вы решили убить их и сбежать, чтобы ваше исчезновение списали на маньяка. Ну, зачем надо было нападать на Анну Козлову? Вообще-то она первая напала. А я побоялся, что на полиции лишнего про меня наговорит, а когда узнал, что она в полицию не пошла, и сама тоже от всех прячется. Возникла у меня идея. Что Анна идеально подходит на роль маньяка? А что, правда, да. Вообще, я лично против нее ничего не имею. А раз уж так вышло, пускай живет. Ну, хорошо. А когда вы успели ей отправить сообщение с телефона Елены? Найти платье, переодеться. Что? А, да нет. Я с другого мобильника отправил. Но купил телефон за гроши. Подумал, Козлова же вряд ли номер Елены знает. Оказался прав. Выманил ее. Я смотрю, гордишься собой, да? Прямо как Матусевич. Как будто тоже совершил идеальное преступление. Я никакого преступления не совершал. Я наказал виновных. Да. Ну, ладно. Я пошла. Спасибо, что подвезли. А может, вас до дома подбросить? Да нет, тут недалеко. Счастливо. Удачи. Привет. Привет. Ну, зачем ты? Ну, я бы сам дошел. Я тебе уже говорила, зачем. Да, помню. Потому что больше у тебя никого нет. А мне больше никто и не нужен. Аккуратно, да. Прости, прости. Аккуратно. Ой, господи, какие зайки. Угу. Ну, чё, поехали? Да подожди ты. Чё подожди? Я Маше обещал ресторан, театр, кино и этот археологический музей. Ты решил все свои обещания за пять лет разом выполнить? Ну, чтоб два раза не вставать. Так что, Макар, хватит пялиться на чужих девчонок. Давай, иди к своей. Друг, ещё одно слово, и я тебя дефинистрирую. Чё? Куда? Ты мне чё-то отрезать собрался? Всё хорошо, Серёженька. Покошка выкинет. А, ну это ладно. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok